здравствуйте друзья лет десять или даже поболее тому назад один мой знакомый находящийся в духовном звании сказал такую фразу нас может спасти только война я тогда не то что не понял скорее не принял эту фразу потому что она как-то очень плохо вмещается в обыденное сознание в этом году все стало ясно главными словами уходящего года стали специальная военная операция мобилизация суровикин в этом году мы наглядно увидели что такое арбатский военный округ чем отличается армия фотоотчетов от настоящей русской армии в этом году мы стали свидетелями уникальной санитарной спецоперации в ходе которой страну покинули несколько миллионов испуганных патриотов по терминологии дмитрия пескова а также практически все олигархи открыто показав на кого они работают на самом деле и которые заметим скобках продолжают наживаться на россии в том числе благодаря усилиям гражданина шадаева выступившего ходатаем за цифровиков а вот главным открытием этого года стало то что у нас есть народ в том числе молодежь есть несмотря на все усилия государства которое нас разлагало десятилетиями это народ который поднялся и пошел защищать свою землю на донбассе и других русских территориях это народ который стал помогать фронту все включая школьников детей буквально только что приехал на запись этой передачи мы отправляли в одном из питерских монастырей партию гуманитарной помощи очередную для макеевки и машину грузили дети а потом когда поехали на рынок продавцы положили раза в два больше узнав куда мы едем и собственно так они делали всегда ведь мы вводим эту гуманитарку с самого начала специальной операции вчера мы с вами вспоминали столетия со дня образования ссср конечно у всех разные оценки этих событий это во многом зависит от возраста от образования ну и ваш покорный слуга тоже далек от идеализации советского проекта и более того полагаю что многие проблемы которые мы сейчас наблюдаем на территориях малороссии и других бывших провинциях российской империи которых советская власть превратила самостоятельной республики это во многом результат той мины которая была заложена в 1920-е годы но факт остается фактом ссср который изначально был конечно же антирусским западным проектом в результате вследствие великой отечественной войны стал не просто фактом отечественной мировой истории но уникальной великой цивилизации причем цивилизации построены на традиционно русских духовных началах даже несмотря на то что или то официальная пропаганда да и большая часть народа этого не осознавала и официально отрицал но если в ссср или ты начиная со сталина пыталась думать и действовать самостоятельно по-русски то нынешние или ты этого сделать в принципе не может хотя бы в силу того что большая ее часть не знает не то что такое российская империя она не знает и что такое ссср в этом году вашем покорном услуге попалась на глаза справочка у кадровом составе руководящих органов власти россии так вот весь 2 3 4 эшелоны всех наших федеральных органов исполнительной власти то есть министерства и ведомств это лица средний возраст которых 27 29 лет то есть люди родившиеся уже после развала союза а все их гуру и вершители мысли челесно западе а ведь надо понимать что такое учились на западе в любом из западных университетов ведь это же не что иное как колониальная модель в западных университетах туземную элиту обучают только тому как выкачивать деньги и иные ресурсы из колоний в пользу метрополий а вот например отцы нашей цифровой трансформации песков и лукши учились в англии последний кстати работал в корпорации циска а само понятие государства как платформа введенный в оборот двух тысячи восемнадцатом году появилась благодаря центру стратегических разработок алексея кудрина бывшего главбуха всей руси и яркого представителя про американской партии в российской элите наконец все решения правительства нынешнего правительства мишустина зиждаться на установках которые дает некий экспертный совет где правит бал муж эльвера набиуллина ярослав кузминов бывший глава высшей школы экономики и сбежавший от следствия ректор ран хикс мау и такая ситуация она повсюду не в этом ли причина тотальной зависимости нашей элиты от запада а точнее от глобальных хозяев денег и их структур щупались вроде ввоз вто в всемирного банка и же с ними несмотря на все возможности и политическую ситуацию благоприятствующую этому россия так и не вышло в этом году ни из одной из этих структур и более того продолжает реализовывать именно их повесточку а именно проект построения инклюзивного капитализма где россии конечно уготовлен роль периферии который в документах он называется устойчивым развитием при этом вся эта повесточка прямо противоположна практически всему тому о чем говорит президент что как бы отстаивают многие наши законы в частности воз считает свои главные задачи продвижение садами и самоубийств то есть эвтаназии а это прям противоречит принятым в россии законам про импортозамещение и строительство независимой от запада экономики вообще не говорим правительство чикагских мальчиков просто проигнорировала все указы путина касающиеся импортозамещения и введения внешнего управления над активами сбежавших испуганных патриотов отвечающие за импортозамещение министр мантуров теперь извините вице-премьер занимается исключительно пожиранием личинок мух да и строительством электромобилей неудивительно что это правительство так и не остановило газопроводы которые снабжают нашего глобального противника неудивительно что мы продолжаем поставлять этому самому противнику нефть по нефтепроводу дружба пролегающего по территории бывшего ссср и платим за это фашистскому режиму с которым воюем а также редкоземельные металлы ядерные космические прочие технологии и даже зерно вообще если подумать у нас ведь действительно все есть все свое и опыт ссср где практически все было домотканное это прекрасно доказал наоборот это запад зависит от нас и даже в условиях тотальной продажности нашей элиты и вот этих вот безумных сделок мы умудрились обрушить многие рынки на западе одна цена на газ взлетела в десятки раз не говоря о ценах на электричество и продовольство наша зависимость от запада на самом деле в головах причем в головах у нашего правящего класса пожалуй главная сфера где мы наиболее зависимы от запада это информационные технологии ну а также необходимые для них комплектующие именно за эту сферу зубами держится наша элита отстаивая всевозможные и б.с эфиры и прочие базы данных направлены на то чтобы собрать всю информацию о нас и манипулировать нами и это при том что все грамотные люди понимают что в условиях глобальной войны наша технологическая отсталость является на самом деле очень серьезным конкурентным преимуществом впрочем в уходящем году были конечно и хорошие новости в том числе от власти и конечно же не без нашего с вами участия ну во первых подписан указ президента о защите традиционных духовно-нравственных ценностей за которые мы с вами боролись правда в отличие от того же закона о биометрии у него нет механизма который будет приводить этот указ в действие то есть не создан орган который должен отстаивать и следить за отстаиванием этих ценностей а вот совет по внедрению биометрии создан также подписаны вступили в силу законы о запрете сурматеринства для иностранцев и о запрете пропаганды садами но правда последний на сегодняшний момент не заработал хотя в последние предновогодние дни в том числе и благодаря нашему с вами участию мы увидели и постановление правительства и даже проекты приказов роскомнадзора на эту тему так что глядишь новом году уже начнется зачистка нашего информационного пространства наконец вступил в силу 255 фазе об иностранных агентах то есть у фсб уй извините у менюста с генпрокуратурой появился серьезный вполне себе реальный механизм маркировки и блокирование вот этой вот пятой и шестой колонн правда не набиулину силуановым не даже грефа по этому закону пока не привлечь но по крайней мере на их челяди можно попытаться отыграться представляется что вышеперечислено это неплохой хоть и не очень большой но задел на будущее и в наступающем году нам с вами нужно переходить наступление и перехватывать стратегическую инициативу ну а кроме того конечно придется бороться бороться на всех фронтах отстаивая свои ценности свое убеждение и само право быть человеком они винтиком глобальной тоталитарной электронной системе что же до путина то если он действительно хочет сохранить страну то его главная задача наступающем году вернуть доверие верующих людей скажем даже шире ценностно ориентированных людей просто потому что только ради них господь дарует нам победу и самую жизнь а собственно выбора у нас с вами все равно нет потому что с нами бог за нами россия а значит весь остальной мир с наступающими праздниками и оставайтесь с нами